Вот это дело! Да, всем приветы, всем приветы, ну, наконец, дождались, и я сам тоже давным-давно собирался снять это видео, оно будет в виде стрима. О моих воспоминаниях об армии, об армии советских времен, вооруженной силы Советского Союза. В этом году, а год уже у нас уходящий сегодня, 29 декабря практически уже, вот, 2023 года уходящего, исполняется 40 лет моего дембеля, ДМБ, как говорили в армии, вот, так что расскажу от себя, какая это была армия, что, как я служил, служили два года, а служил я в Забайкалье, Забайкальский орден Ленина, военный округ. Вот, там поподробнее я сейчас уже остановлюсь, и обо всяких нюансах, учебка, дорога, как призывали, в общем-то, все-все потихонечку, чтобы самому себя не сбить. Хотелось бы остановиться поподробнее, вот. Вот, и мы пробежимся, конечно, по дембельскому альбому, вот. Воспоминания, конечно, в интернете есть, люди выкладывают, но годы идут, и, вот, так что 40 лет это немало, это целая жизнь, а кажется, как будто это было вчера. Вот. Так, ну что, значит, я хочу сейчас поставил, там просто набрал. Фотки Армии СССР, чтобы... Вот. Ну, пожалуй, вот отсюда и начнем. Так. Не видно, да? Так. Да, 40 лет, блин, даже не верится. Вот он, мой дембельский альбом. Это эмблема наших войск, войска от спецсвязи, да, правительственной связи, 32-й отдельный полк. Вот, попозже я там все это поподробнее расскажу. Давилось все это забло, давилось все это и делалось из рандоли, был такой материал. А в основном связи, ну, в общем, в армии доставали. Все это натиралось, блестело. Некоторые даже потом крыли лаком. Поэтому я буду поподробнее все останавливать, ведь это же интересно, да? Сейчас такого уже нет и не делают. Да и дембельский альбом, наверное, уже нет. Вот. Первая моя шинелка. Многие так делали, кто как. Вот. Кто-то делает. Это моя первая шинелка. Вот. В которую я приехал после учебки. И эта шинелка мне первая. Это был ноябрь 81-го года. Да, я синик, призывался. Представляете, я не переслужил ни одного дня. Вот так получилось. То есть, 4-го ноября я призывался. Для меня этот день, как-то, одно, ну, несколько лет, потом, позже, этот день. Кстати, у меня жена, Царствие Небесное, она тоже была, ну, 4-го ноября у нее тоже было день рождения. Вот. Вот такие вот дела. И долго-долго, потом, 4-го ноября, все время попадало. Я на работу тогда, 4-го ноября, помню, вышел. Вот. Бывает. Значит. Так, с чего бы начать? Ну, начнем, наверное... А, сейчас я еще схожу, принесу. Забыл я. Ага. Так, наверное, вот что нужно сразу же показать. Моя дембельская кокарда, которая пролежала 40, сколько же получается? Ну, да, 40 лет, больше 40 лет. Вот. Вот, я осенник, 11-го или 12-го ноября я вылетал из Читы. Вот. И вот это моя, вот, сохранил. Остальное все, как мы с ребятами договорились, я выслал парадку со всеми делами. Оставил только себе, вот, отличник Советской Армии. Это мой, который мне в 82-м году, по-моему, в 82-м, сейчас я еще принесу военный билет Советского Союза, который, кстати, тоже является документом, вот, удостеряющей личность, вот, без срока давности. Вот. У меня он прописан в военном билете, об этом тоже поговорим, там, как это было. То есть, стрим у нас, ну, я думаю, часа за полтора-то я уже приготовил батарейк. Вот. Комсомольский значок. Привез я его на димбель, но в основном значки были такие с закрутками у солдат. Вот. А комсомольцами были все. Мало того, я еще был этим комсоргом роты. Тринадцатый рот у нас была. Ну, сейчас поподробнее, там, по альбому побежим, расскажу. Вот. Вот с тех пор. С тех пор. А так, в основном, были все на закрутках. Кстати, это то же самое. Были на закрутках. Их еще обделывали. Брали с противогаза, там, такие пятаки, вот, прозрачные, вот. И утюгом края обворачивали, вот. Ну, и не только значки, там. Смотрелось прикольно, конечно. Вот. Так что, вот он, мой значок родной. И где-то я читал, что он даже является государственной наградой. В какой-то степени. Вот. Прописан в военном билете. Вот. А 80... Сейчас. Так. А 80... Так, ладно, по годам попозже. Так. Вот. ДМБ-83, 81, 83. Ага. Так. Ну что ж. Да, вот все это давленка. Видите, как классный орден Ленина. Да, да, эти войска относились к МЧК, КГБ. Давай сразу тут у меня лежит, глянем. Вон такие вот грамоты. Это какого? 82-го. Да, 82-го года. Так. За отличие услуги... Вот так. Боевой политической подготовки и примерную дисциплину и безупречную службу в рядах вооруженных сил СССР. Награждаю вас грамотой. Выражаю уверенность в том, что вы и впредь будете служить примером добросовестного исполнения своего патриотического долга. Нашей Великой Родины, Союза Советских Социалистических Республик. Да, полковник Кравцов. Воинская часть, 28-685. Это ч.та, 27. Песчанка. Октябрь 82-го. Главный полковник этот был похож на Устинова. На Марвелу. Блин, ну копии, короче. Вот такой настоящий. Но настоящий полковник. Я таких повидал много. Настоящие русские, советские офицеры. А были, которые прошли горнила в свое время горячих точек там. Был у нас даже в Учитке. А потом остановлюсь там попозже. А это в Багратионовске, Калининградской области. Самая западная точка Советского Союза. Это бывший Пресси-Шилау. Пресси-Шилау, как он? Укромное местечко, да? Или укромный уголок переводится. Местечко, которое отмечено еще временами битв Наполеона. Это Восточная Пруссия. Бывшая. Был у нас там командир части учебка в основном. Ну, были, так скажем, боевые подразделения. Вот. РОП. РОЗ обеспечения учебного процесса. Вообще там была у нас учебка не только связистов. Там и полигон был. И, конечно, там ребята писали одно время. Я долго искал. Вот, конечно, были и погранцы. Там пограничная учебка была тоже. Вот, потому что ребята там пишут, некоторые встречаются. И одно время у них там даже, ну, как бы уже традиция была. Сейчас не знаю. Вот. Вот что касается грамоты. А дали мне эту грамоту. Дали, вручили. Была вручена. По присвоению звания. Вот. По присвоению звания. И дали отпуск. Вот. Потом я там по дороге еще остановлюсь. С отпусками, как это было. Вот. Отпуск давался на 10 дней. Плюс дорога. Вот. На 10 дней. Плюс дорога. Естественно, это далеко. Вообще, я за армию был два раза в отпуске. То есть, один раз вот мне дали. И где-то я отслужил. Короче, после учебки я приехал. Месяца через два пришла на телеграмма. Там по семейным обстоятельствам. В общем, по матери, в общем-то, вызов. Там на три дня. Три дня давалось. Вот. Ездил. А там, чтобы успеть, естественно, ехать далеко. Там почти чуть неделя. Вообще, с такими промежутками давался один день в запас. На всякий случай. Я об этом тоже расскажу. Как мы добирались с учебки. К Читу. Блин, это был трэш, конечно. Но прикольно. Успели даже домой заехать. Вот. Вот наш призыв. Да. 131-е делы. Это 409-ка. А, там, да. А, вот она. Вот радиорелейные станции. Вот были системы Дельфин. Там, на базе Уралов. Вот. А это мы. Вот наш призыв был. У нас было немного. Пять человек. Вот мы вот двое с учебки тогда приехали. Вот. А это на марше. Уже второй год службы. Уже второй год службы. Он даже это водил. Ну, это офицерская. Офицерские они получше так были. Вот. А здесь был значок. Он у меня есть. Читинская область. Со знаком Ленина. Красненький такой. Вот. Кому надо, потом отдельно покажу. Вообще, я даже в продаже видел. Вот. Это 410-ки. Вообще, я старший механик дальней связи. Потому что ВУЗ 400, по-моему, 4 у меня. Ну, вот. Все по-любому там. А так, хочу сказать, что по большему счету, по большему счету, ну, так скажем, ну, не везде, конечно. Вот. У меня, у нас непосредственно связью занималось, ну, там, пару батальонов. Там, может быть, там, несколько род. Остальное все это обеспечение. Там, база МЗ, там, ты-ды-ты-ты-ты. Вот. Учебка, в общем-то. Но люди числились, как правило, там, на должностях занимали там это. А так, по связи, током, нихрена. И вообще, тягачист на АТС-59. Какие там? В общем, тоже расскажу. Так, это песчанка 82-й, песчанка. Приходили станции, вон там видно, вот разгружали. И также отсылали, потом издавали в народное хозяйство. Вот. Вот такая станция песчанка была в Забайкалье в 82-м году. Да и в 81-м. Да и в 83-м, по-моему. Вот. Это на 7 ноября. Как раз нам дали звание, отпуска. Отпуска дали. Значит, был у нас такой майор юристский, вот, Владимир Романович, блин, легендарная личность. Его, по-моему, там все боялись, но многие его уважали. Такой прямой здоровенный шкаф, куча мышц-то такое, можно сказать, ну, со своими заскоками, вот, товарищ, блядь. Ну, в общем, он говорит, мы сдавали в народное хозяйство, там, тягачи, станции. Вот. Он говорит, сделайте к ноябрю, отпущу в отпуск. А мы уже год отслужили. Обычно, когда год, ну, в общем-то, обычно, да, если нормально все, то давали отпуска, вот. А, кстати, мне как раз и в это время, вот, по грамоте, и был значок этот, вот. В общем, сразу все вместе. Или чуть попозже, там, уж не помню. Кстати, это был 82-й ноябрь, было усиление в армии, да. Умер Леонид Ильич Брежнев. Вот, в то время министром обороны был Дмитрий Федор Шустинов. Я там покажу приказ, по которому я был уволен, 183, по-моему, или 232-й, не помню из них какой там призыва. Вот. Это 83-е лето. Вот. Отдельно сказать, по форме, а, кстати, за Байкале, какое оно очаровательно, особенно весной, когда цветет багульник на сопках. Блин, вообще класс. До сих пор помню, блин. Такими цветами багульник. И вот как раз, ну, тогда чего у нас, тогда цветных фоток не было. Вернее, были, но в армии у нас вообще принято было в роте один фотоаппарат, как официально, да. Один магнитофон. Пленки привозили. Тогда уже и кассеты появлялись. То есть, кассеты были. Вот. А у нас все на пленках. В большинстве на пленках. Вот. Пленки привозили. Кто откуда. В общем, с отпусков. С, блин, кому-то присылали. В общем-то, менялись. Это туда, с этой роты, блин, нам покрутить потом это. В общем, такая фигня. Ну, на пленках там, в принципе, хватало надолго. Так, чего у нас там еще? Кстати, по самим геймерским альбомам. Я там закладочку оставил. Вот. Там... Ну, то есть... Пацан один, короче, выкладывал. Какой у него геймерский альбом. Ну, у него там в фотках и описание. Вот. То есть, это все тоже расписывали разными, там, прикольными, там, юмористическими, там, штучками, там. Сейчас покажу. Наверное, многие видели. Так. Ой, а сейчас уж, наверное... Блин, мне сейчас мышка мешает. А, сейчас посмотрим. А, вот он. Ну, вот. Вот такая форма была у нас у всех. Форма была и парадка. Вот. И белые ремни тоже были. Особенно в патруле. Кстати, с патрулей тоже ребята много чего привозили. В патруль ходили, но не часто. Там, по назначению. То есть, как наряд. Вот. Иногда кто-то с патрулей не вылазил. А, вот такие вот прикольные картинки. Вот. Вот как раз на этой кальке и рисовались. Переводились или так от руки. Всегда находился какой-нибудь художник. Обязательно. Ну, вот. Чувака. Портянки, блин. Эту форму там еще на фотках увидите. Вот. Форму вот того времени, когда служил я. Портянки это класс. До сих пор. Хотя носки тоже были. Так. Давай сейчас сразу перескочим. Давай сюда что-ли поставим. Так. Что у нас там по времени? 19 минут. А, сколько? Ага. Так. По времени успеваем. Так. Ладно. Инто пока. Мы сейчас обождем. Так. Начало какое-то сбитое. Не так я все это хотел. Ну, уж ладно. Тянуть дальше некуда. Тут вот через два дня уже, блин, будет Новый год. И там уже будет не то. Хотя, конечно, тоже. Вот. По форме. Я еще за... То есть, вот с кем я призывался. Вот мы 81-го года. А весенники, те еще застали ПШ. Ну, хотя было и ПШ в холодных районах, так скажем. Вот по форме. То есть, перегибы на местах, глядь, были и у нас. Сейчас объясню, почему. Вот. ПШ, это вот еще видели, да? Две пугички здесь вот на... Ну, как к совороткам. То есть, старого образца. Вот. А, кстати, они у нас тоже такие были. Ребята на кухню ходили в таких в наряд. Вот. И в автопарке тоже самое там. Некоторые я видел. Ну, вот так уже было. Были, но не везде в основном. Вот. Шинель, да. Шинель, это незаменимая вещь. Вот. Я потом с переездом так, блин, и оставил. Вот. Вот та, которая была, вторая. По сроку, вот, допустим, давали сапоги, по-моему, на восемь месяцев. ХБшка, по-моему. Че-то, блин, раза три, что ли, за армию-то не давали. А, че там? Парадка. В парадке идет фуражка, ботинки. Вот ботинки с носками. Все это выдавалось. И парадка была, действительно, не было таких заменителей. Все было ХБ. На самом деле все это было хлопчатая, настоящая хлопчатая бумажная. Шапка переходили, когда на зимнюю, на летнюю форму одежды. Летние пилотки, майк-трусы, вот летняя форма. Зимние, там уже нижнее белье. Ну, где вот морозы, у нас там мороз за 50, наверное, были. Вот. Там теплые зимние. Портянки также. Летние легкие, а зимние суконки были. Но все равно поддевали. Хотя, плотнее одеваешь, блин, быстрее ноги мерзнут. Вот. И вот сапоги. В караул ходили, там, вот, дежурить, там, в парк или на стоянку. Валенки. Вот. А некоторые, вообще, сапога, говорю, мы приехали, там, все пообмороженные, нахер. Мне до сих пор, вот. Вот. Руки, ноги, блин, уши, блин, нос, блин. Так что, с ветерком особенно. А там, в Забайкале, у нас и снега-то мы не видели. То есть, чуть высыпет немного. Бам, блин, ветром сдувает один песок. Это как раз вот там, недалеко от нас, Брижневский полк, танковый. Я там был, в этом полку. Выезжали мы тогда на стрельбы. А был второй период. То есть, проверка, ну, в Советской Армии делилась на периоды. То есть, полгода период, после полгода проверка. Проверка это, в общем, там, вся эта подготовка политическая, вот, дэдэдэдэй. И, в общем, не только это касалось каждого, вот. Ну, и самого подразделения. Вот. И стрельбы. А что там стреляли, блин? По три патрона. Ну, я образно. Ну, так вот, на присяге три патрона, к примеру. По присяге отдельно остановимся. Сейчас я схожу, возьму военный билет. Еще там кое-чего покажу. Вот. Забыл просто подготовить. А то, думаю, лучше сейчас, чем потом. Вот. Шинелка, бушлат. У нас валенки были на работу. Ватники, ватные штаны. Бушлат это все рабочее. Вот. Ну, и эти теплые, с одним пальцем, блин, вот это вот. Так что, ну, нормально, нормально. То, что дуба давали, ну, там, при таких морозах. И все равно морозы, скажем, не сравнишь. Вот. Забайкальские, сибирские, сухие. Вот. Там сорок. А в Прибалтике, вот, когда я был в учебке, там пять градусов. Такого дуба давали. С этим. Это вообще, ну, кажется, пробирало прям до самых костей. Если с ветерком еще, это вообще сырость, сырость. Влажность, вернее. Вот. Так, ну что, давай потихоньку, а потом продолжим. Так, ну, здесь что? Вот форма офицера. Вот. Сейчас такого же нет. Ну, есть-то не то. Ну, десантура. Вот, как раз восьмидесятых. Вот. Десантура много было. Отличник. То же самое. Да. Классности значок. Что там? Ну, в основном у всех третий, второй, первый, там, я не знаю. Больше, наверное, понтов. В основном третий у всех. Вот. Гвардия. Отличник. Прыжки. В общем-то, такая ерундовина. Вот офицеры. На сверхсрочку оставались, я там тоже покажу. Я застал тех, которые уже дедами были, солдатами, и до этого подавали на сверхсрочку. Вот. И оставались. И пропора. Ну, то есть, оставались, подавали аэропорта. Вот. И в Афган тоже. Это времена Афгана. Самый-самый вот пик. Вот. Были у нас там, писали аэропорта, уезжали в Афган. Чем там кончалось дальше, не знаю. Вот двое тогда писали, уехали. Два прапора с Ленинграда были. Учения там покажу. Вот. Ну, видно сразу. Сошты к ножу. Вот. Значит, в наряде. Ой, блин, мы походили, блин, с другом. У нас как это, блин, я ему сдаю наряд, он мне, я ему, он мне. Вот так вот. Дежурные. Сперва, конечно, дневальные находили, это пипец. Ну, по сравнению с тем, что было, блин, в учебке. И тут, конечно, свои нюансы. Ну, блин, в учебке мы принимали наряд и начинали сразу его сдавать. Там бывшие вот эти немецкие казармы, плат в середине и вокруг здания. Вот. Ну, кто там был, я не знаю даже. Там сейчас изменилось что-то или нет? Наверное, нет. Вот. А там все эти изразцы, вся эта плитка, блин, гобелены там все вот эти. Вот. Хотя кубрики вот по взводу, блин, там настолько они просто там в пол, наверное, смотришь, бриться можно. И вот начинали сдавать чуть не зубными щетками. Вот. Ну, там, конечно, попроще. Ну, свои нюансы. У нас гневальные ходили накрывать на роту, то есть столовую. И много-много чего еще тоже. Принимали, сдавали наряд. Вот. А у нас, я покажу, казармы были 1883 года. Бывшие конюшни Атамана Семенова, блин, это вообще-то интересное. Я приехал, думали, блядь, склады какие. Сейчас расскажу, как учебка была, как добирались. Это тоже трэш. Пойду возьму этот, пробежимся по военному билету, по присяге и по всему остальному. Ну, что ж, вот он мой родной билет военный. СССРовский Министерство обороны Советского Союза. И присягу мы давали Советскому Союзу и правительству. И до сих пор я под этой присягой нахожусь, как и многие другие солдаты и офицеры. Есть там такие слова. «Если же я нарушу свою торжественную присягу или клятву, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся или советского народа». Вот такие вот слова. А клятва эта дается один раз в жизни. А звучит она вот так. «Я, гражданин Союза Советских Социалитических Республик, вступая в ряды вооруженных сил СССР, принимаю притягу и торжественно клянусь, быть честным, грабрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, соблюдать Конституцию СССР и советские законы, беспрекословно выполнять все воинские усталения, приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военные и народные имущества, и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и советскому правительству. Я всегда готов по приказу советского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин вооруженных сил СССР, я клянусь защищать ее мужественно, умело, достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами. Если же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня потеянет суровая кара советского закона и общей ненависти в презрении советского народа. Да, вот такая была присяга Советского Союза. Военная присяга СССР. Ну, не будем здесь, там сейчас углубляться во все эти нюансы. Вот, то, что я сейчас смотрел присягу, сравнивал. Вот, значит, вот такой был военный билет. Естественно, я уже уволен в запас. Вот, здесь вот МОК приписаний красненькое было. С учетом, когда снимался, вот у меня его оторвали. Хотя, я говорю, давай, оторву сам бить, я оставлю себе глухих, бить, право не имею, бить. В общем, написано, что это является документом нацеляющей личности. Вот. Так. А, вот, в семнадцатом году. Восьмого, одиннадцатого, семнадцатого года. Ну, и с задним числом, короче. Потому что я-то уже на работу устраиваться поехал. А, глядь, блядь. Вы что, еще, блядь, на этом, что ли? Да, что касается присяги. Вот, она вписана. Так, а, это увольнение. Так. Вот я был призван 4 ноября зараза, отсвечивает. Ни хера тут ты отсюда, я отсюда. Я без подготовки. И фотоаппарат-то, блядь, тоже. Домогон. 4 ноября, восемьдесят первого года. Подполковник Пушенков. Да, был такой. Сейчас расскажу, как все это вообще было. Вот. И приказ министра обороны, номер 231. Я его покажу. Это с тех пор вырезка. Вот, 27-го, 9-го, 27-го сентября, 83-го, уволен запас. Вот. Ну, обычно пишут проходи, ну, 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 то есть вот, ВУЗ-104. Да, я говорил, 404, 104. Так, 28-685. А в Багратионовской часть была 28-676. Вот, таких частей было немного. Говорились, есть на свете три дыры. Уссуриск, Четамары. Вот. Вот, 28-676. Учебного пункта. Приказом 231. От 6-го, 11-го, 81-го. Вот. Старший механик, видите, я говорил, старший механик дальней связи. Вот. Хотя я, блин, я понятия не имею вообще, что это, в принципе, такое. Так. Вписано, когда принимал военную присягу. Вот. 29-го ноября 81-го года. То есть 24-го, вот так, 5-го, где-то 6-го, где-то примерно мы были в части, пока добирались. Вот. расскажу потом, как это было. Вот. 29-го ноября. Военных тайн я здесь не открываю. Хотя мы давали подписку какую-то там. Ну, там что-то... Столько лет уж прошло какие-то. Так. Награждён Награждён Награждённым Знаком Отличник Советской Армии. 262-й приказ. Вот. От 5-го, 11-го, 83-го года. Да. Полковник Грушевский. Был такой тоже. Дядечка. Такого. Ну, действительно, на офицера был похож. Хотя... Так. Ну, это я сейчас, как сейчас помню. У-17-51. Да, да. Вот он. Это у меня АКМ был. А присягу принимали с АКСУ. Укороченные. Всё. 878. Штыкнуло, что у меня 231-й был какой-то. Вот. Это УЗ поменяли. А, это мы на сборах были. Ездили тогда на сборы от военкомата. Ну, как там? Посидели, блин, до обеда там. А там набрали тоже. И тоже после армии. Там где-то какой-нибудь году-то. В 85-м где-то так. Вот. Там всех, блядь. Один гранатомётчик, второй повар, третий, блядь. И где-то вообще на флоте служил. Всё, у кого-нибудь. Просидели, прослушали, блядь. Всё, езжайте по домам. А это всё оплачивалось 100%. Вот. Так же, как от военкомата учились. Я учился. Давай сразу расскажу. Так, сейчас. Вот специалист дальней связи. Кто-то, видишь, зачеркнули. Старший механик дальней связи. Вот. Это я почему? Старший механик. Я уже был командиром отделения, короче. Уже второй год службы. Полтора. Вот. Так, это что у меня? А, учебные сборы. В каком году? В 85-м точно. В 85-й год. Вот, память. Ещё помню. Всё. И были тогда ещё одни сборы. В 86-м году. Да. В 86-м. И всё. Там уже развал Союза. В 86-м это уже перестройка была. В 85-м пришёл Горбачёв. Блядь. И понеслось. Трезвость нормы жизни. С июня месяца началась. Талоны. Блядь. Гласность. Перестройка. Кооперативы. Бандиты начались. Там уже всё. То есть, вот, всё это быстро превратилось в ничто. Так. Здесь ни хрена ничего нет. Так. А, что это у нас? Отминки. А, что это? А, что это у нас? А, изъятие мод-приписания. В 84-м. Я в хирую знаю, что это. Вот. А так. В армию уходят. Призывают в армию. Не забирают, призывают. Потому что служба Советской Армии была почётной обязанностью гражданина. Почётной. Посмотрите хотя бы Иван Бровкин на целине. Там в армию. Говорит. А мы тебе в армию, они за это тебя не возьмут. Он там, бедолага, переживал, что, ё-моё, ни одна девка рядом не будет. Вот было до чего. Это стыдно было. Так. Что у нас там? Так. Размеры. Так. Вот мы учились. Это как раз, значит, что касается обучения этого инкомата. То инкомата призывали учиться на шоферов там, ещё кого-то и на механико-водителя. Вот. Мы от чеховского инкомата учились, ездили на механико-водителя АТС-59. Ну, на самом деле, просто АТС тягачисты. Вот. Это на базе СПТУ, какое-нибудь там второе, да? Там трактористы на Львовке, Подольского района. Вот. Там через дорогу было старое здание. Вот там учили как раз тягачистов от военкомата. И рядом полигон. А тягачи были 712-й, АТС-712. Старый ещё 40-й, по-моему, какого-то там девятого или вообще 46-го года, что ли. Вот. А сколько там учились-то? Ну, месяцев семь, наверное, ездили каждый день. Оплата была 100%, то есть зарплатой. Я-то получал, вернее, зарабатывал там в заводе уже где-то порядка 180 рублей. Вот. Где-то рублей 180. Вот. И целиком всё оплачивалось, плюс дорога. То есть все проездные, всё это сдаёшь в бухгалтерию, всё оплачивалось. Вот. Так. И, значит, уже приходит повестка. А, значит, предписное. А, первые, короче, комиссии уже начинаются в 16 лет. Предписное. Проходит местосмотр. Проходили, знаете, в Чехове был военкомат. Вернее, он там сейчас, наверное, остался. Вот подальше туда, если по этой дороге вниз, там было старое такое здание, деревянное. Вот там проходили тогда медкомиссию. Сейчас там уже в помине ничего не осталось. А там это было. Вот. Это 16 лет. Вот. Предписное свидетельство. Вот уже. Вот. Потом приходит повестка. Повестка приходит загодя. Я ещё работал. Вот такая книжица есть. Наказ молодого воина. С дедушкой Лениным. Смотрите. Не везде такое вообще встретишь. Я такого не видел. Специально искал. Но не везде и было, наверное. Сейчас посмотрим, что там написано. Вот. По... Приходит повестка. Она приходит заранее. Где-то там за месяц, грубо говоря. Или там даже больше. Вот. Я ещё работал. Провожали, как всегда и везде это было, провожали коллективом. То есть на работе. Собирали стол. Там в правкоме ещё деньжа отбрали. Вот. А было, что в клубе собирали. Если много призывников. Всё. Торжественные проводы в Советского Азии. В армию. Вот. Там с напутствиями. Ветераны были Великой Отечественной. Всё это там с оркестром. Вот. Всё было, блин, чинно, благородно. А уж дома провожали в армию. И это обязательно гулянка. То есть там вообще с вечера и, короче, до утра приходил автобус. То есть с военкомата ездил по округе автобус. Собирал призывников. Вот. То есть проедет. Ну, наверное, не один. Там поближе, подальше. Вот какой. И, значит, привозил военкомат. Вот. Некоторые там. Вот мы, наши, ехали ещё. Вот кто меня провожал. Ну, вот там, ну, с друзьями, кто близкий, чтобы потом не возвращаться. Это где-то часа в четыре, наверное, в три, в четыре утра. А то в пять где-то вот так. Ну, вот. Чтобы, мол, обратно потом не возвращаться. Мол, ладно, ладно, всё, нельзя. В общем, мы приехали сразу. По-моему, всё-таки было бы там два или три автобуса. Потому что мы приехали, там, столько пацанов там. Человек, наверное, ну, человек тридцать точно, наверное. Но рота, наверное, была. Вот раньше-то всё-таки народу побольше было. И молодёжи побольше. Никто не сочковал. И никто, блин, не скрывался. Вот. А так учились мы тогда, вот как все вместе учились. Вот. Всем, всей группой. У нас группа была, наверное, тоже. Человек двадцать. В общем, все мы. Плюс там ещё кто-то там куда попал. Хрен знает. В общем, всем скопом. Потом на автобусах с железнодорожной. Вот. Это вот, наверное, уже там по ДМБ, наверное, по фильму видели, да? Там покупатели приезжают. Оно всегда так было. Скажу даже прикол. И там пацаны рассказывали, когда в железке сидели. А были мы там два дня. Двое суток. Вот. Ну, там уже, короче, обычно, когда призывают уже от военкома. Хотя такая херня. У нас учился. Там, короче, на шоферов ребята учились. Учились в 96-й базе. В Детково. На Столбовой. 96-я автобаза была такая. Вот. И вот тягачистый. Блин. Пацаны загремели на флот. Блин. Блин. Тихо, короче. Солнце-то до хрена. И у нас тоже самое. Вы понимаете? Вот учили там все это досконально. Там все это мочать. Симпатизм. Все-все-все. Блин. Казалось бы, на хрена это нужно, блядь. Вот. А права давали. У меня их прав нет. Давали права еще. Вот. Права такие. Такая серая корочка. Серо-синяя такая. Вот. Там, значит, я с этими правами даже устраивался. Работал после военкомата. Думаю, поработаю, наберу опыта. Хотя потом ушел опять на завод. Вот. Устроился совхоз. Думаю, поработаю до армии. Наберусь опыта. Блин. Мне там развалюха такую-то. Дали, блядь, 75-ку. Да ты, 75-ый. Он говорит, вон твой стоит. А я смотрю, где мой-то? А он, короче, в бурьяне, блядь. Одни гусеницы, короче. Он говорит, а что ж ты хочешь-то? Собирать надо. Сейчас все, что надо будет. Там ребята помогут. Все. Ну, тогда, конечно, попроще было. Вот. Ну, и что? Начал собирать. Потом собирал, собирал. Съездил в контору. Там. Что? Говорит, нет. Ну, а снахер. Блядь, так можно. Вот. Ну, сделал я там много. Вот. Хотя, правда, и поучаствовал. Немного тогда. То ли на пахоте был. Вэмпилок даже у меня был. Так что, тракторист, там написано, тракторист широкого профиля и агрегатированными с ними устройствами. А так, механик-водитель тягача АТС-712. Вот. Так, значит, и, значит, когда мы уже по прибытии, значит, приехал покупатель, всю нашу шобу забрал, и мы поехали на белорусский вокзал. Или куда? На какой вокзал-то? В общем, поехали через всю Европу. А раньше все это был Советский Союз. Это Литва, Латвия, Эстония. В общем, все. Все проезжали. Я помню, там еще что-то в Каунасе. Я помню, блин, своим письмо успел. Что-то мы там стояли. В Каунасе, блин, письмо успел скинуть. Вот. Представляете? Во времена были, блин. Вот. Приезжали, еще там этот нам показывал. Говорят, вот, смотрите, Игнолинская атомная электростанция была, да, Игнолинская. Ее потом прикрыли, когда страны сразу к Европе решили прийти. Ну, это после референдума 91-го года, в общем-то. Они не участвовали в референдуме. Все союзные референдумы были в 91-го года. Вот. Народ проголосовал за, естественно, сохранение Советского Союза. Почти больше 80%. Вот. А, ну, по закону, эти республики, такие вот, как все они, республики Прибалтии. Вот. Кто там еще? Украина, по-моему. Еще кто-то. Сейчас не помню. Причем, можно посмотреть. В общем, они, имея свое полное право, то есть на республиканском уровне, то есть право было, да, вот. Они могли свободно входить и выходить из состава Союза. Вот. Но они, пользуясь своим правом, в голосовании не участвовали. Вот. Вот и все. То есть, тут все законы и права. Никто осуждать ничего не стал. Референдум прошел. Вышли на союзный договор, который должен был подписан быть 19 августа 91-го года. Помните, что было? Устроили бучу в Москве. Вот. Хотя в большинстве стране никто ничего не знал. А это РСФСР. Вот сейчас граница РСФСР. Вот. И все, и как будто этого референдума и не было. Ладно, поехали дальше. Так, история. Ну, тоже знать надо. Значит, приехали в часть. А, приехали сперва в Калининград. Помню, блин. Добро пожаловать в наш янтарный край. Да. Кстати, янтаря было полно, блин. Ребята приходили, ну, уходили, кто там служил давно уже, приходили в увольнение. Сейчас, не знаю, что вообще это. В увольнение. Слово такое есть или нету. Вот. Приносили янтаря. И у нас стояло где-то больше пол сапога этого янтаря. Просто его так. Ну, помню, парень говорит, да их тут полно, блин. То есть, вообще. Так что, это сейчас там, я слышал, там в 90-х, там вообще целые клондайка Эльдорадо, короче. Вот. В общем, и началась служба. Вот. Пока это вот, видите, мы сразу приняли присягу. А на самом деле, в этих, в частях, если, ну, как бы немного по-разному время разнится. Допустим, я вот уже сам в части, когда уже был в чете, вот, в песчанке, вот. То у нас водилы или связисты, то есть, водилы приходили, вот. И проходили, в общем, курс молодого бойца, не меньше месяца, по-моему. Потом проходили, этот, марш 500-километровый, как минимум. Ходили больше, уходили уже на Бурятию туда, в сторону Монголии. В Монголии, Дульдурга такое место. У меня там фотки есть, покажу потом. Сейчас проходить-то будем. Вот, Дульдурга. Вот, у меня там, кстати, тоже фотка есть. Если она, по-моему, есть. Я с машины фотографировал. Я уже ехал старшим машиной, 131-го. Как раз, вот, ребята, или после присяги, или до присяги. Сейчас же не помню, блин. Вот. Так что, вот, присягу я давал в конце ноября, а сам ноябрьский. То есть, вот, 4-го, 5-го, 6-го, где-то, наверное, мы уже ехали сутки почти, блин. Долго ехали. Вот. И вот, сразу начала, это, переподготовка. Потому что таких тягачей уже давно нет. Это старье. Просто, ну, база сама. Вот. И там, вот, подготовка с 17 ноября 81-го года по 9 января 82-го. И 100-километровый марш, да. Круголя там наматывали, блин. На тягаче АТС-59 прошел, допустим, к управлению тягачом АТС-59. Вот. Кстати, вот мой паспорт советский. Вот он. Он возвращен. А возвращен был в 84-м году. Ангелом-то не делал. Которые паспорта у нас, блядь, забрали. Просто. И мы же не... То есть, по идее, вот сейчас, видите, по закону, надо давать присягу уже РФ. Вот. Есть присяга. Должна пройти определенное... Определенное действие. Тут ни хера ничего не было. Просто паспорта забрали. Никто ничего не понимал и вообще не знал. Тем более, это у меня каком-то... Там 90-е, начало нулевых. Я бы и хер бы стал паспорт отдавать. Сказал, потерял бы. Так, это что у нас? Снятие... А, ну, учет, снят с учета. Вот у меня... Ну, вот. Снят с учета. Пять лет назад. Так. По военнику пробежались. Вот заодно тут мне пока там копался. Вот такая вот памятка давалась в 16 лет гражданину, которому давался паспорт СССР. Вот. Вы должны быть первым строителем коммунитического общества среди миллионов строителей, которые должны быть... Всякий молодой человек, всякая молодая девушка. Владимир Владимирович Ленин. Да. Памятный день получения паспорта Советского Союза. Вот что здесь было. Даже слова Маяковского. Даже слова Маяковского. Пойди сейчас такое найди. Смотрите историю. Получив советский паспорт, носи и береги его как честь свою. Как честь свою. Кстати, там было написано, ни в коем случае не отдавать. Что и в этих паспортах РФ то же самое. Блять, отдают налево-направо. Похер. Ну, по сути, он и паспортом не является. Аус Вайс. Так. Помню, что героическая история нашей партии является вдохновенным примером беззаветного служения коммунистов своему народу. Насчет коммунистов я член... Бы стал. Вот. Но я кандидат член КПСС с 82-го года. Вот. Ну, в принципе, читая эти строки, ну, естественно, все были комсомольцами, я говорил уже. Вот. А я уже еще был как... Пока называют, что мы комсорг роты, назначили, короче, будешь и все. Блять. Ой, блин, это вообще хокло. Так. Я когда уже обратно вылетал на Дембель, честно говоря, ребят, тогда уже все это... После смерти Брежнева Вот при чувствии Воздухе летало И оно не обмануло Вот что что Уже все То есть это уже начало все сыпаться То есть надо было раньше готовить платформу Или переходить на другие рельсы Вот как примерно сейчас Китай Вот Они спохватились Но было поздно Надо было Потом союз со своей мощью Сейчас бы таких высот уже достиг Это мы Китаем А он тогда-то вот в то время Там в кедах в головшек все ходили Китай Да они и сейчас до сих пор такими были Откуда все батки Остальное все убежало Они и сейчас кормятся откуда Отсюда Первые там деревни вырастали Если никто не знал Рыбацкие Где сейчас стоят небоскребы Челночники наши И так далее Хотя у них да Народ до хрена там блин Все такое Ну тем не менее Видите Откуда-то убыло Куда-то прибыло Нашлось куда Так Читаем дальше Иди твердо по пути К коммунизму И есть Учись и строй Как завещал великий Ленин Слушаемся Глядишь кому-нибудь и понадобится В скором времени Укрепляй могущество своей родины Строго соблюдая советские законы Дисциплину труда Честно относись к общественному долгу Береги народное добро Как свою жизнь О как Уважай нормы социалистического общежития Пресекай малейшее нарушение общественного порядка Помогай всем Кто укрепляет его Блин Смотрите да Какие слова-то правильные Всегда горячо откликайся На зов партии Не забывай Что в этом комсомол И молодежь Снискали к себе Любовь народа Борись за новые успехи В хозяйственном, культурном И государственном строительстве Кремль Вот герб Советского Союза То есть это официальный документ Здесь слова Маяковского Знаменитые Читайте Завидуйте Я гражданин Советского Союза Владимир Маяковский И я являюсь гражданином Советского Союза РФ РСФСР То есть у меня свидетельство о рождении Естественно Вот И все мы То есть у меня Все документы Вот паспорт отняли Вот все они Все советские Каким гражданином Я являюсь Делают вид Что Короче ладно Поехали дальше Вот Перед тем Я уже там начинал Как До призыва Так Меняем батарейку Так Поменял я батареечку Поехали дальше Еще раз прошу прощения Все скомпано Сбито Вот Просто Лучше так Чем Еще Протянется Потому что Годы идут Вот Значит Вот такой наказ Молодому воину С оттеснением Владимира Ильича Тоже официальный документ Вот Вот что написано Смотрите От ВЛКСМ Кстати ВЛКСМ У нас Я вообще не вступал На предписном Тогда А Вру Я еще До призыва До призыва Я не был комсомольцем Не Я не был Или В школе Я что-то такое Короче Ты что не комсомольц что ли А там таких тоже Блин Ёб ты Я говорю Да нет А что ты Говорю Да что ты Работа То есть все Блин Говорю У меня там с матерью Вот кстати У меня мать Инвалид первой группы 30 лет Она просидела Пролежала Парализованы 30 лет День ко дню Вот И все равно В армию взяли Да Собственно За ней ходил Вот Ну Там как Есть закон Закон Есть закон Есть дочь Вот Мало где она там Замуж вышла Или где-то она живет Там на северном полюсе Это не важно Вот Все Так что я служил Как все Вот это так вот По сути Значит Что там Написано А Я говорю Да нет А там таких же Набралось Человек 10 Давайте А там Короче За С другой стороны Вход Этот Волксм был Вот Там же В этом здании Раньше Вот Идите Там сейчас Все Быстро Сделаю Вот Раз Заходим Такие Здравствуйте Здравствуйте Присаживайся Ты знаешь Когда революция была Я говорю Конечно В 1917 Все Поздравляю Вы член Был Крисел Ну да Так и было Тут же Прям билеты Какая там Электронки Никакой никакой не было Да ну и нахер Не нужна Вот Ее сейчас просто Навязывают Бумажные документы Вот они Электронка бы не Сохранилась Это точно Вот То есть Без бумажки Ты какашка С бумажкой Человек Вот Тут же прям Билеты Комсомольские Вот Мы прям Выходим Уже Всего Комсомольцы А и значок Дается Значок Вот И Комсомольский Билет Ну так вот Комсомольский Билет Я тогда Когда уже Ну чувствовал Что все Видно В стране Меняется После смерти Брежнева Там началось Там Андропов Он был Недолго Я рассказывал Там в памяти От него осталось Что там Закон о трудовых Коллективах Был такой Да Раньше Надо было На работе Две недели Отрабатывать Вот Чтобы перейти На другую работу Ну уволиться Короче Две недели Он Сделал Месяц Надо было Отрабатывать И там Всех вот этих Кто болтался По улице Ходили Рабочие Патрули Было такое Вот Могли подойти Днем Так Товарищ Вы почему Не на работе Да я Это Самый Там У него Должен Во вторую Смену Вот Или Отгул у него Или в отпуске Вот Вот такая Фигня была То есть Все за ним На самом деле В принципе Он взялся Жестко Думаю Его убрали Но он Правда Уже и так Старенький был Вот Он уже был Тоже Да они все Там уже Старцы Один за одним Черненко Чего Да его Практически Не видно Было И тут же В 85 Этот Мишка Меченый Блин Который Все развалил Нахер Это он Ну Там все Там все По моему Договорняк Был Это Форос Там 91 Всех Он сдал И нас И все И память Предков И все Все Вот 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 он Вот Вот Короче Ладно Читаем Наш лозунг Должен быть Один Учиться Военному Делу Настоящим Образом Владимир Ильич Ленин Да У Красной Армии Была Большая История Очень Большая С 17 Года Когда Молодая Советская Республика РСФСР В 22 Году Советский Союз Собственно Идет Все Начало По По Сути По Окончании Гражданки 22 Года Первые Съезды Там Все Это РСДРП Там В общем Все Вот Эта История Вся Она Есть Вот Интересно Посмотреть Кстати Кто Не знал Начальник Чукотки Там Кое-какие Моменты Исторические Да И во Многих Других Фильмах Вот Так Значит Я тут Подзаклеил Скотчем Не надо Как Всех Данных Так Дорогой Товарищ Провожая Вас В ряды Советских Советских Вооруженных Сил Трудящиеся Района Дают Тебе Наказ Быть Преданным Своему Народу Любимой Коммунистической Партии Правительству Всегда Быть Готовым По их Зовам Защищать Мирный Труд Советских Людей Строящих Коммунистическое Общество Ну на самом деле До коммунизма Было Как до Пекину Раком Вообще По идее Мы уже тогда В этом коммунизме Жили Это был социализм Все Частной собственности Не было Вот Все Принадлежало Народу Все Все это Принадлежало Все вокруг Народное Все вокруг Мое Вот Помни что Теперь Ты Защитник Своей Родины Это большое Доверие Чтобы его Оправдать Ты должен Свято И нерушимо Соблюдать Военную Присягу Соблюдаем Честным А быть Честным И храбрым Воином Беспрекословно Выполнять Все воинские Уставы И приказы Командиров Добросовестно Изучать Военные Дела Строго Хранить Военно Государственную Тайну Беречь Военное И народное Имущество Быть Так же Храбрым И мужественным Каким Были Твои Земляки Герой Великой Отечественной Войны Вот Печатляется Да Деда моего Не хватает Вот И сколько Таких Еще Дедов У меня Их Два Григорий Степанович Герой Великой Отечественной Войны Вот Прошел До Будапешта Вот Там был Контужен Вернулся В 46 Израненный Есть Контуженный Но потом Еще Долго Работал На заводе Уважаемый Человек Вот Их было Немало Сейчас уже Наверное Практически Никого Не осталось Одна Бутафория То что Показывает Это все Не то Те кто Ходил В атаки Вот Поднимался Вот Их уже Давно Нет Я так считаю Столько лет Прошло Свято Береги И умножай Боевые традиции Советского Народа Нашей Любимой Коммунистической Партии Славных Советских Вооруженных Сил Проявленные Ими В боях За свободу И независимость Нашей Отчизны Да Какой Каким Трудом Просто Вот я Ну я то знаю Вот это все Далось И народ Отстоял Все таки Свою Так Мы выражаем Твердую Уверенность В том что Ты Честью Достоинством Выполнишь Свой Солдатский Долг Перед Родиной Районный Коминет КПСС 15 октября А еще Районный Комитет ВОКСМ Районный Военный Коминсариат 15 октября 81 Года Вот И вот Это из Конституции Статья 132 Конституции СССР Воинская А всеобщая Воинская Обязанность Является Законом Воинская Служба В рядах Вооруженных Сил СССР Представляет Почетную Обязанность Гражданин Граждан СССР Кстати Граждан Являются И Женщины Девушки То есть То что Военнообязанными Они тоже Являются Вот такой Вот наказ Так Значит По этим Документикам Так Где у нас Мы остановились Пробежимся Дальше По Гембельскому Альбомчику А Так От себя Еще Сейчас Что-то И упущу Значит В 82 Где-то Весной Там Ближе К весне Быстро Мы прошли Там Обучение Месяца Четыре Наверное Были Вот С учебки Двинули То есть Там Распределение А В то Время У нас Нашей Роты И вообще У нас была Первая рота Учебная Насколько я помню Первая Да По-моему Вот Польская граница Была Там озеро Кстати Недалеко Вот вокруг него Бегали Машброски Там зарядки На лыжах Та же зимой Но мы На лыжах Не бегали Вот Вокруг озера Прямо граница Там полигон Поляки На границе Там Скотину Блин Коза Там Пасется Все это Было нормально Вот Граница Мостики Вот Я там С парашей С кухней Возил все время На лошаденке На такой Там бочка Вот В хозяйство Своем Нормальный Был мостик То есть самый-самый край Вот Западный рубеж СССР То есть вот Рукой подать Вот И как раз В это время В 82-м году Там зимой Была Зоворуха Вот Помните Там Лев Это как его В общем Какие-то Трудовые Комитеты Там Что-то Какие-то Рабочие Что-то такое В общем У нас По тревоге Поднимали полк Вот В 82-м Вот Оружейки Пока не скрывали Но Подняли Ночью Вот Мы уже были Под присягой Вот Уж не помню Когда было-то В январе Что-ли По-моему В январе 82-го Где-то так Вот Долго мы там Просидели Ждали В общем Дали отбой Вот Там Что-то Утихомирилась Там Короче Сошло На нет Хотя Там Вроде Продолжение Было Ну вот Полку Дали отбой Полку Вот А так Большая часть Спортзал Вот Рукопашку Там Проходили Тоже Занятие В общем Все Это было Обязаловку Турничок В общем Все 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 Марш Броски Утренние Там Все эти Зарядки Блин Первое впечатление Я помню Все лысые Одинаковые Дичь После Гражданки После Дороги Нас Там Разместили Еще Такое Утро Знаете Вот Сырое Дождик Так Моросит Такой Холодный Вот Рота Подъем Блин Скочили Никто Не знает Куда Дежать Блин Что Делать Короче Ой Они Хохлы Давай Там Наматывать Портянки Никто Блин Кто Умеет Кто Нет Найкер Так Натолкали Кстати По-моему Лучше всего Портянки Я До Последнего Пока У меня Валенки Пока Это Я Всю Дорогу И В этих Берцах То же самое Портянка Блин По-моему Намного Лучше Чем Ну Кто В носках Пробовали Бегать Нереально В носках Машброски Особенно В кердовых Сапогах Блин Это Вообще Нереально По-моему Блин Вот В общем И Началась Вот так Служба Блин Дичь Конечно Потом Как-то Потихоньку Сразу Все Тянулись Я К чему У нас С полка И вообще С роты Ведь Тогда Времена СЭФ И Варшавского Договора СЭФ Это Страна Экономической Взаимопомощи И Противовес НАТО А тогда Тоже Пропаганда Перла Не хуже Чем Сейчас Вот Ну Тогда Союз Уважали Тогда В то время Советских Спортсменов Блин Боялись Заслуживать Вот То есть Влияние Советского Союза Мировой Было Огромным Вот И там Ну Че там Говорить Экономика Мощнейшая Была То есть Это Ну Вторая Это точно Потому что Как посмотреть Еще С какой Стороны Общая Экономика И как Вот И в общем У нас После Учитки Очень Многие Кто В Германию В Венгрию В Германии Очень много Вот Венгрия Чехословакия Че там Еще В общем Очень много Пошло Именно Вот Загранку Странных Варшавского Договора Вот Я там Смотрел Видосы Вот А так У нас Рота Ну Откуда Только Не было Вот Откуда Только Не было И Молдаване И Украинцы И Белорусы И Кого Только Не было И Блин Сибири И вот Мы Вот Всех И вот Попали Кстати Разбросали По Вот По Этой Ну так сказать По РСПСР Вот Не так Много Кто-то В Афган Потом Пошел Вот То ли Они писали Не знаю Или потом В общем Насколько Там Ребята Говорили Там Писали Потом Вот А Учебка Была В этой В Курске По-моему Учебный Батальон Связи Вот А наши Тоже Станции Гоняли Через Киев Станции Связи Вот Там Что-то Месяца Полтора Что-ли Вообще Ехали В Теплорках Блин С этим Ну как Охрана Станции Вот Туда И обратно Забирали В общем Это Долго Ну Приехали Все такие Обросшие Черные Чумазые Так Дополим Вот Так Что Вот И после Там Уже Ближе К весне Все Закон То есть Прошли Ну Сдача Короче Была Вот Прошли Вождение Дали Документы Вот Я сейчас Просто Почему Я знаю Чтобы Не сбивать Смысл Не все Вот Я пропущу Много Потому что Хотелось Много Просказать Вот Сейчас Будет Уже Сколько У нас 40 минут Сейчас Даже Больше Время 45 Но Все равно Кто Еще Вам Так Расскажет Вот В общем Назначили Меня Тогда Старшим Группы Да Нас Ехало 4 человека Я Там Как-то В одном Из Видео Рассказывал О Сухпай Советской Армии Вообще Сухпай Был Но Для Спец Подразделений И Все Такое И Он Был Не Таким В основном Вот Как Сейчас Представляется Сухпая Не Было Это Вот Как Раз 82 83 Год То Есть В Коробках Вот Это Все Что Сейчас Есть Этого Не Было Вот У Нас Во всяком Случае Я Не Застал Давалось Консервы Блин Банки Там Хлеб Там В общем Галеты Вместо Хлеба Галет Не Было На Те Хлеба Куда Его Там С 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 Галеты В основном Консервы Что Там Еще В общем Нам Посчитали Сидите На Склады Получайте Берите Весь Мешок Какой Там Один А Потом Попробуй Вот Такой Весь Мешок Обычный Солдатский Полный Набитый Консервами Что Что Кирпичами Влеть Подними Возвался Там С Нами Прапор Ну То Есть Уже Товарищ Знает В чем Дело А Ехать То Долго То Нам До Калининграда Вот Ехать И После Калининграда У нас Там Поезд Нам Дали Требования А Ездили Я покажу Потом Еще Билет Да У нас Длинный Сидистрим Вот Предновогодний Такой И Вот Значит Дали Требования Военные Было Такое Ну На любом Вокзале По Военным Требованиям То есть Билеты В общем Такая Тема Проездные Давались Через Часть Вот Ну Не Естественно Самолет Самолетом Солдатам Не положено За свои Денежки Пожалуйста Вот Как Вот Я летал Туда Обратно И Я экономил На этом Десять Дней Вот А так Поездом Вот То есть Первый раз Я в отпуске Был Три дня Мне давали Вот А у меня Получилось Две Недели Туда Обратно Самолетом Я тогда Там Немного День Ну Билеты Дешевые Были Вот Сейчас Не помню Отку Мне там Деньги Взялись В общем Я сразу Влетел Самолетом Но потом Надо было Срочно Вот И поэтому Я тогда Вылетел И на Дембель То же самое Так же Но на Дембель Я уже Денежки Собирал Кстати По денежкам Я застал Когда солдату Советской армии Платили Три рубля Восемьдесят Копеек Вот Три рубля Восемьдесят Копеек Всего Да И Восемьдесят Третьем По-моему Перешли На семь Рублей Семь Рублей Обычному Рядовому Солдату Вот Но Там Зависело Еще От Должности К примеру Двенадцать Пятьдесят Получал Командир Отделения Или Командир Роты Ну Самая Старшина Роты В общем Там В зависимости От Должности То есть Вот Со мной Серега Гурия Служил Он На Должность Старшины Рядовым Рядовой Просто В зависимости От Должности У нас Были Рядовые Двое В этом В автопарке И на Складах Вот Один Ефейтер А Один Солдат Обычный Рядовой У них Должность Была Выше Так Ну Относительно Да Чем У Прапоров И у Них В общем То Они На Равных Были И здесь То же Самое Был Рядовым Вот А стоял На Должности Старшины Роты Естественно Получал Уже Относительно Да Побольше Не 3.80 И не 7 рублей Побольше Там Ставка Другая Вот Он же Потом Звание Он ушел Уже Старшим Сержантом То есть Быстро Звание И кстати Не обязательно Сержантскую Школу Могли Просто Там Приказом Хренак Присвоить Очередное Звание И все По Должности У нас С рядовых Сержантами Сразу Наелись Младший Сержант Бамбарин Там Все Сержант На дебель Сержант Там Уезжал Там Буквально Сразу Такая Фигня Тоже Была Или Там Старшей Машины Или Там Командир Танка Там Или Что-то Такое Вот Кстати По танкам Я говорил Да Был я Брежневском Полку Вот А у нас Там Все Это Атамановка Хинун Или Как Он там В общем Все Эти Места Забайкальские Всякий случай То есть Мы В Москве Должны Брали Билеты Брать По требованию Уже Вот Нам Мод Предписаний Дали Такие Были Мобилизационные Предписания Вот Следующее Место Службы Вот Милиции Кстати Честь Не отдавали То есть Военные К милиции Вообще Никак Не относились По-моему Сейчас Что-то Такое Вот Ё-моё Как Все Это Унести Да Как Ребят Давайте Попроще Это Вы Все Рано Не Донесете Вот Возьмите Сколько Донесете Вот Потому что Наверняка Там Это И он Прям Сразу Говорит Проводница Говорит Найдется Вам Чем Расплатиться С проводницей Откуда Денег Нет Ни хрена Короче Мы уж Потом Поняли Ну В общем Оставили Там Выбрали Что получше А там Ну консервы Классные Были Я Кстати На гражданке Потом Таких Не видел Там Блин Мясо Там С таким Там С этим Там С горохом Там Всякого Блин Такие Классные Консервы Галеты То Сё Рыбные Консервы Что-то Ещё Мы набрали У нас Четыре Вещь Мешка Неподъёмных Вот В общем Остальное Всё Оставили И на утро Мы уехали Вот Приехали В Москву Там Дебё Сейчас Не помню В Москву Приехали А парень С Москвы Он Позвонил Матери И мы У нас Условия Короче Мы сразу Всё хозяйство Это Видите В камеры Хранения Засунули Все свои Эти Пожитки Вот К нему Приехала Мать На вокзал И мы Договорились А купили Сразу Билеты Взяли На Москва Мы ехали Там Россия Вот Москва Владивосток По-моему На нём Вот Значит У нас Целиком Купе Вышло Вот Целиком Купе Четыре Человека И что-то Мы суток Шесть Наверное Пилили Где-то Так Пипец Там ещё Часовые Пояса Меняются Непонятно Сколько Времени И вообще Всё остальное И мы Успели Домой Заскочить Я вечером Прилетаю Блин Денег В обрез Последний Автобус Ушёл В девять И Короче Говорю Пацаны Там Это А я Чё Я не имею Права Отклониться От маршрута Мало того Все вот эти Гаврики На мне Висят Да Говори Что бухать Не будем Блин Всё Ни в коем случае И у нас Поезд Уходил Где-то Часов В восемь Или девять Вечера Следующего Дня Я Я Е-мое Чё Делать Ну Ладно Он Блин Братан Не Подведём Мы тебя Всё Там Мать Стоит Клянчик Говорю Ладно Всё Давайте Говорю Блин Смотрите Говорю Что-то Всё Было Завтра Чётко Без Всяких Там Этих Вот Потому Что На патруль Попасть А в Москве На трёх Вокзалах Это Тьфу Блин Два Пальца Об Асфальт Вот И Короче Я Прилетаю Домой На такси Последние Деньги У меня Там Были Чё-то Я Там Заплатил Три Рубля Что-то Такое Думаю Хрен С ней Когда Мне Думают Дома Дадут Денег Всё Равно Вот Я Домой Прилетаю Такое Впечатление Это Пипец Вообще Было Бам Блин Не Открывают Дверь Ёпа Я Стучал Звонил Звонил А они Там Оказывается Дома Бабка Была Думали Какой-то Пьяный Две Ломится Я Побоялся Открывать Вот Потом Я Я Я А ты Что-ли Она Не понимает Ни хрена Я В армию Только Ушёл Недавно Да Вот Она Открывает Ёпа Слёзы Расплакал Я Да Чё Ты Вот А была Суббота Что ли Или воскресенье Короче У нас Танцы В клубе Вот В общем Повидались Там Всё Я Быстро Чаё попил Чаё перекусил Вот И Прям В форме Ничего Не Переодевался У меня Нет Ни хрена Короче Вот Я В клуб Залетаю Там Ой Давай Два Херили Что ли Куй Хер Давай Да Да Ладно Брю Всё Нормально Короче Повидались Я Домой Ну Вот У меня Батя Тут Ещё Пришёл Вот А он Созвонился С малым Ещё Вот Тему Которую С одним Из парнем Вот Мы В общем Договорились Что они Нас Поедут Провожать И встретятся Там На вокзале Вот Так И было Вот Они Там Ещё Приехали С пузырями Ещё Там Поддали Мы То нет Короче Мы Троём Здесь Поезд Вот Вот Сейчас Подойдёт Надо Четвёртого Нету Ё Вот 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 Уже Сейчас Загружаться Мы Уже Вещи Пошли Достали И Его Рюкзак Мы По Форме Вот Смотрим Идёт Такой Чувак Спортивные Штаны Шапка Спортивная Шинель И Сапоги Кирзовые Это Пипец Короче Как Еллить В метро Там Нигде Не Остановили Вот Слегка Под Шофе С Маманей Вот С ней Стой Я Говорю Ты Чё Охренел Совсем А чё Нормально Чё Нормально Я Тебе Дам Короче Пронесло Проводили Нас Мы На Поезд Долго Ехали Проводница Ребята У нас Спиртяга Есть Она Чё Водку Чё 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 Делать Договорить Что Не будем Выходить Она Нам Спиртяги Мы Консервов Все Довольны Приезжаем У нас Там Предписание Есть Никто Ни Хрена Не Знает Вот Стояли Стояли Пошли На Вокзал Вот И Нас Там Патруль Короче Захапал Вот И Они Нас Отвезли Уже В Этот Короче В штаб Части И Уж Там Потом На Уазике Вот Долго Чё-то Думаю Мы Ехали Вообще Там Рано Утром Было Темно Блядь Ещё Вот Куда Едем Хрен Узнает В общем Открываются Ворота Смотрю Блядь Сараи Какие-то Думаю Блядь Куда Это Склады Что Какие Вот Это Оказывается Казарма Про Которые Говорил Это Конюшни Атаман Семёнова Там Постарше Наши Ещё Было То есть Там Уже Окна По Землю То есть В окна Трава Трава Растёт То есть Уже Они Сели За Это Реймли Дома Вот Полы Деревянные Всё В общем Докушками Херачили Их Там С Мастикой Цикливали Каждые Выходные Эти Полы Они Уже Чуть Не до Дырок В общем Пипец И что Интересно У нас Кабельная Рота Была За стенкой У них Тараканов Было Просто Стены Шевелились А у нас Нет Вообще Ни одного Потом Было Наоборот И чё То есть У них Пропали Они К нам Все Тараканы Вообще Пипец Такие Здоровые Я таких Здесь Не видел Травили Ставили Кирогаз Дуст Насыпали На сковородку Закрывали Окна Двери Вот И Ставили Две Палатки Там У нас Типа Плаца Там Ну Такой Там Землянистый Там Вот На пару Дней Вот Подходишь В окна Смотришь Дым Такой Синий Стоит Сизый Такой Вот Мы их Потом Мешками Блин Отгружали Тараканов Дохлых Просто Блин Пипец Совком Только Успеваешь Собирали Просто Мешок Наверное Целый Блин Набили Вот И все Потом Не было Вот Насчет Клопов Там Некоторые Ну Где-то Были Где-то У нас Вши Блин Ну Всех Там Это Прожарка Вши Были Бельевые Вот Они В этом Белье Потому Что Меняют Получаешь Оно Еще Влажное Не просыхает Или Отлежало Уже Влажное В общем Бельевые Вши Были Вот Утюгом Идешь По этому По сгибу Вот Там Что Ничего Утюгом Профигали Это Такие Они Белесые Такие Полупрозрачные Вот Ну Там В основном Они Яйца Откладывают Такая Херня Вот Почесались В свое время Ну Всякого Было Дизентерия Повальная Это Когда Начинается Весна Ранняя Все Хлеб под запретом В столовых сухари Масло не дают Яйца не дают А так яйца В выходные яйца давали Один раз в выходные Стол на 10 человек Насыпенный из бумажного пакета Уже смотришь кусок Откусанный Ну вот так и где-то на полгода Без масла Считал что именно из-за этого от жира Хотя всякого было Мы один раз на истории Рассказывал И вот все повально Дизентерия поперла Или еще что-нибудь Мне там фотка есть От полка там вообще Наверное меньше половины Остальные всем Было и такое Это как раз весна Погода там Вообще конечно Лето жарче чем на юге Тут же прям стоишь май Жарко тепло Херак блять Ветерок подул Снег блять Хе-хе-хе-хе-хе Вот В Забайкале Вот А так Вон по этому Тогда по поносу Говорю как есть Вообще тоже случаев Полно было всяких Ты за армию не упомнишь Говорю Наверное Самые Одни из самых лучших Двух этих годов Моей жизни Вот А прошло тоже сколько 42 года Считай 43 Вот сейчас Вот Очень много Вот Был такой случай До сих пор Никто не понимал Наверное Так мы и не поняли Вот че Пост номер 2 У нас был Это база НЗ Вот Вскрывает Там че Ночь 12 Система охраны была В общем как на границе КСП Все было КСП Баралель У нас там 55 батальонов техники Стояло на Хранении Как раз Это АТС Тягачи Вот мы их там еще Ну и все остальное Это лежни Обработка Новые машины Приходили Обкатывали В общем Все такое Вот Работы хватало В общем Приходим на пост Первый раз Вот я не застал В наряде был Говорит Стоит коза Колышек убит Все А там трава сочная Болотит И место Трава У козы Мы в имя По самой земле Уже болтается Как она там попала Два часовых Не видели Там две вышки КСП Все под замками Все опечатано Ни следов Ни хрена Сперва на часовых Блядь Таких мам Он вообще В непределах Вот Вывести эту козу Вывели Прибили колышек Через какое-то время Блядь Опять коза В общем Ребята Решили ее Подоить Надоили Тогда у нас Парень Серега Гуреев Он с Благовещенска Не знаю Будет Если Многих уже нет Многих уже нет Потому что уже За 60 60 И за 60 лет Жизнь сложная Вот Мне-то еще Как-то Посчастливилось До этих лет Дожить Наверное Вот И значит Банку надоили 800-граммовую И после Солдатских Харчей Козьего-то Молочка Жерненького В охоту На четверых Несло так Что Блин Мама Нигарева Мурлы Все представили Вот Всякого Было Полно Всякого Дичь была Конечно Я помню Тогда Я думаю Все уже Там Одичал Был Патруль Патруль Нас Комендатуры Короче Ну Наряд По очереди Там Тоисковых Соединений Разных Вот И Смотришь Люди По городу Блин И едешь Там На машине Или идешь Там Люди Все разным Одеты Кто красным Кто синим Думал Блин Вот Придурки То есть Настолько Привыкаешь Ко всему Этому Просто Идет День за Днем Вот А так Конечно Там Что-то Пацан Там Писал Что-то Так По службе Ну Ну Конечно Дедовщина Своей Вроде Была Куда Без Нее Вот Была И он Парень Пишет Что у Нас Человек Десять Даже На Загремели Блин Вот Бывало Всякое Бывало Так Где мы там Остановились Пора Заканчивать Так Сейчас Так Здесь О Я Показывал Два Года Семьсот Тридцать Дни Сорбы Так Ага Мы здесь Остановились Да Вот Это Станция Разверхли Это Научение Ребята Ездили Вот На Уралах Система Дельфин Это У нас Там Возле Клуба Саня Соколюк Из Братска Он Один Братска Пытался Потом Узнать Никто Ничего Не знает Такого Не знаем Вот Станция Тоже Четыреста Десятка Ребята Наши Соседи С роты На учениях А Фотки У нас Свой Фотик Был Смена Шесть Привозили Там Уже Пленки Или Кто-то Был В патруле Или В городе Был Короче Офицеров Просили В общем Шестьдесят Пятый Сто Тридцатый Тас Вот эти Вот весенники Они ушли Потом Раньше Это уже второй год Но это не я Ну я здесь тоже На фотках Есть Это с нашего Призова Тибиряки Это с Дальнего Востока Вот Это Зема Это Тоже Зема Вот Валькарин Читаем Это Парень С Ногинска С кабельной Роты С девятой По-моему Кабельной Роты Пару раз Виделись Приходил Чайку Попить Вот Он раньше Ушел Весенник Это Новосибирск Пацан Вот После нас Уже Пришел Помоложе Ой Не знаю Кто сейчас Живый Не знаю Кого Куда Судьба Забросила Ой Так Так Вот Весенники Призов Весенники Мы Осенники Вот Это Потом Старшина Роты Стал Пацаны Нормальные Чем Мы Тогда Сибиряки В основном Все С Дальнего Востока Сибиряки Это По-моему С Кемерово С Казахстана Вот С Ани Попов По фамилиям Всех Помню Практически По именам Вот Вот Тоже Так Тоже На учениях Вот А это Это ПЭСКО Передвижная Электростанция Там Идет Четыре Машины Так Вот Приказ Дембельский 231 От 27 Сентября 83 Года Увольнение Из вооруженных Сил СССР В октябре Декабре 83 Года Военнослужащих Установлены Сроки Службы И его Термины Приняны Так Уволите Из рядов В общем Есть Фото Даже Я Выкладывал Где-то Министр Министр Обороны Советского Союза Дмитрий Федорович Устинов Вот Таким Приказом Дембельский Билет А вышло Как Чита Москва Я просил Мне немного денег Переслали Потому что Билет я покупал Наликом Сколько стоит Сейчас не помню 61 рубль 60 рубль 50 копеек Комиссионный сбор Тариф 92 рубля Этот я не пойму Вот такие были билеты Здесь я Так Восочное Семеновское управление Так Рейсы 110 И 109 Был наоборот Из Москвы Читу А вот Дата вылета 12 Время управления Без 10 2 Улетал Все Вот такой билет А вышло как Короче Служба Шло там Все Размерено Много чего Там конечно Было Вот Много чего Было Вот Новосибирск Парень Андрюха Дмитри Дмитришов Водила Ну у нас Как водила Бывало что Связисты Водила Там пофиг Казарма Серега Буреев С Благовещенска Может Увидит Когда-нибудь Себя Или Может Кто Потом Увидит Вот Это Вовольнение В чете Пацаны Девок Попросили Просто Пофотаться Вот А просто Они Мимо Присяга Присяга На Плацу Так Вот Станция Дельфины Не знаю Сейчас Я прям Не такой Что Вот Я говорил Вот Наш полк Плац Полк Сам по себе Вот до сих пор То есть Половина Нету Половину Потом Здесь Во втором году Слур Притащили Там СУ-100 Стоит Она там На фотках У меня есть Но вначале Ее не было Это караулка Где Ночь 12 Это уже После нас Пришли Вот Вот Это Караулка Там Была Ночь 12 Вперва Отдельно Там Находилось Помещение Потом Ее вместе Соединили С караулкой Чтобы Оператор Был Всегда На виду Хреново Раньше Тащились Там Классно На сутки Заступаешь Тебе Там Пожрать Приносят Вот Это У нас Весенники Выносили По выходным Койки Вон И Чистили Полы Драили Вот Это 88 Когда мы Попали Наша Бригада Попала В газету Вот Мы две смены Отработали В помощь Спитак В общем Помните В Армении Это отряхануло Землетрясением Было Вот И тут На разгрузке Станции Станции Новые Приходили Вот Тоже На учениях Серега Тогда Ездил Ломы нет Бронька Вот Связь рощник Колесников Блин Он Постоянно Сварщик Хороший Был Пацан Худенький Такой Маленький Вот Наша Стоянка Вот 131 Сейчас Этой Стоянки Не существует Уже Давным Давно Сразу Ее Все Разграбили Насколько Я знаю Там Сейчас Даже Не знаю Что Так Это У нас Так Урли Клуба А вот Этих Я застал Они Ушли За Год Он Был Старшиной Роты Сержант Ефимов Вот Так Наша Рота Вольнении Тринадцатая Рота Так Электричка На Песчанке Вот Там Видите Как Приходили Сотридц Первые Четыреста Десятки Вот У нас Казармы Видите Какие Были Да Да Ну Туалеты Были Там Внутри Шконки Вытаскивали Чистили Это Нам Тогда В этот День Сержанта Одного Сучитки Дали А он Такой Ну Служака Ну Быстро Короче Его Поптерли Вот Стал Как Все Вот Это Базы Ну Да На базе Ночь Двенадцать Настройка Вот Там Такие Ящики Вот Два Ряда Колючей Проволоки Вот Там Песок КСП И У нас Там Разбито Было На Двенадцать Секторов Вот Вот Тоже Сверхсрочник Я Его Так Знал Вот 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 Она СУ-100 Вот Там Табличка Вначале Ее Не было Ее Только Потом В 82 Поставили Здесь Табличка СУ-100 Что-то Защищало Рубежи Забайкали Что-то такое Блядь Ну надо было Что-то Написать Короче Вот А это Учебка Вот Это Учебная В части Нашей Вот Пацаны Тоже На стоянке Техники Полно Было А вот ТТС 59 Вот Там Дрогму Торчит Там люк Есть Наверху Вот А были Они с кабелью Кулачками Батарейку Менять Пора Уже Вот Было Их Полно Вот Мы их По Формированиям Разбрасывали Вот Ну Техника Вот Покатались Тоже Эти Так Это Мы На марше Ездили Батарейку Меняем Серега Гуреев Это На марше Были Вот Уже Это Как раз Перед приказом Где-то Где-то В это время Я поменяю Батарейку Так Поехали дальше Поменял я батареечку Блин Времени Столько Урок Лопано Наверное Слишком Я затянул Все это Да Так Это у нас Где-то На границе Монголии Вот Сань Скалюк Вот Мы Старшими Машинами Пришли Вот Это Уже Сколько Полтора года Мы уже Отфигарили Уже Пацаны Блин Вот Это Капитан Макаров А в нем Сказать Он уже Тогда Переслужил Вот Представьте себе Это Было 83 Вот Он уже Тогда Переслужил Его Помню Попросили Чтобы Он еще В общем Старый Воин Солдат Офицер Вот Он еще Рассказывал Про Чехословакию Как они Там Были Участник Тех Событий Да Да Вот И он Мне Тогда С дембелем Помог То есть Видите У меня Билет Я улетал Какого Там 12 Что 12 А у Меня Дембель Ну То есть Из Части Выкинули 4 И там Как Началось Это Еще ДМБ Это Дембель Да Обычно Там Слушок Идет Среди Там Сейчас Начинается Первая Пайка Поедет Там Это Это Обычно Там Собирали Более Менее Хоть Заранее Знали Там Как-то Люди Уже Готовились Собирались Там Раз Там Сразу Альбом Там Все Так Такое Вот Уже Можно Чтоб Было А тут Вроде Ни Хрена Да Уже Ноябрь Вот И мы Ушли Утром Развод Обычно Утром Развод Там На Работы Это Это В общем Мы Погнали Роты Пошли На Стоянку Вот К себе Работать И Где-то В обед Звонок Блин Вот А там Телефон Есть Такого Такого То Блин Все Давай Штаб Быстро Все Машины Стоят Все Я Ю Мою Блин Я С пацанами Попрощаться Не успел Вот Они Там По стоянке Разбежались Вот Ну Да Адреса Там Были Все Заранее Это Да Телефонов Не было Вот Она Естественно Вот Я Блин Все Погнал Блин Что там Кто пацаны Были Там В кунке А уже Холодно Присидели Там Возле Печки Вот Там Ноябрь Уже Холодно Вот В общем Вот Так Ну Вот Я Один Прилетаю В часть Быстро Прям Переоделся С рабочего С ватников Валенки Все Скинул Блин В парадку Одел Все Раз То есть Практически Вот что было Быстро Собрался Вот Ну У меня Вроде нормально Все было Вот Сапоги Дембельские Я помню Были Не то Что там Как у Некоторых Там Накручивают Дембеля Посмотрите Гармошкой А как Это Делается Вот Сапоги Глаженные А еще С кремом Гладили А так Какой там Хрен На 3,80 Вот я там Говорил Да Что там На 3,80 Можешь купить Ну Курева Вот у нас Амра была Это Типа Примы Что-то там 14 или 11 копеек Вот Сходить чайку Попить Чапок Да Этот Кафешка Солдатская Вот Но там У нас Всегда Засылали У нас там На левака Ребята В магазин Бегали За Резинами Пряниками Так называемые Вот А так Курева Вот с куревым Это всегда У нас там Беда была Вот оно Есть Сразу Раз Там Разбирают И все Беломор Было Ну Фабрики Урицкого Ленинградский И Амра Вот Дорогие Были Да Вот я Говорил Пелмел Пару Писян Что-то еще Вот Что делать Сбросимся Руб Писян Купим На 10 Человек Блядь А что-то Они курятся Быстро Два Раз Курнул Все Вот И у Одного Пачка Короче Весь День Носим Ну Что Покурим Давай Всех Собирает Вот Одну Опять Сигаретку Ну Че Ладно Давай Вторую Че Там Курить Вот Такая Херня Была Вот Да Так что И вот У нас Вот Капитан Макаров Он Всегда Курил Нашу Марку Вот Постоянно Наша Марка Вот Так что Скорее Он Блин Было Не Разбежился Ну Как бы Не так Что Прям Очень Страдали Но Вот И денег Тоже По почве Достало 7 рублей Там Уже Другое Дело Вот Кстати Я там Про баню Забыл Сказать Еще Можно Сказать У нас Там Баня Была Это Пипец Ее Потом Получше Сделали Вот И Наряды Сейчас Столовую Ходили У меня Это Вообще Тоже Уссаться Я Первый Раз Блин Когда Зашли Столовую После Учитки Я Что Это За Подвал Блин Там Короче Вообще Нет Ну После Его Куда Это Мы Попали Блин Картошка Рыжая Такая То есть Она Перемерзшая Там Где-то Капусту Сжать В общем Пиздец Полный Он Думаю Ну Все Блин И Вот Постоянно Да Многие Знают Да Нехватка Там Хлеб Кусок Там Это Вот Это Знакомые Да Там Уже Земы Попозже Там Уже Положено Как Там Уже Кто-то Там Наряд Такая Херня Ну Всем Кто-то Там Пожарит Давайте Там Принесут Или в роту Или так Вот Утихаря Вот И В наряды Наряды Часто Потому что Наряды Дежурный По столовой Он Готовит На сколько Там Три стола Было Три Четыре Четыре Стола По-моему Вот Не полно Вот И ходили Отдельно Еще Ну Там Два Бака Первая Там Чего Там У них Есть Вот Второй Там Каши Кирзуха Блядь Это Блядь Вот Ну И хлеб Там В общем Если не хлеб У нас потом Там Сухари Были В общем Это Когда Вот Там Карантин Там Типа Того Был Вот Зубы Болтались Блядь Да Я приехал У меня С зубами Пизин У меня Сейчас Как мне Тогда Началось Вот А еще Мы Под ВЧ Попали Тоже И Кандей Друган И я Вот Там Станции Разворачивали То есть А там Мощные Эти Излучатели Вот эти Вот Лопухи С Соболучателем Там Коробки Вот Не на Всю Но Видать Дали Здорово Блин Тогда У меня Потом Ну Еще После Витаминов Нет Зубы Болтались Кто-то Там Раскал Говорит Раз Ну Танга Короче Зубы В булке Остались Ну Было Было Такое Вот Так что Это Капитан Макаров Значит По бане Я там Сказал Да Бань Была Тоже Подобная Блин Этой Столовой Кухни Там Что-то Это Потом Там Вроде Начали Ремонт Там Что-то Такое Там Короче На солярке Котел Пока Его Разгоняют Эти Котел Там Можно Представить Чего В общем Первый Выходили Где-то Там 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 Меняли Сразу И Там Идут Тоже Дежурные Поротит С Дневальными В общем Чтоб Обеспечить Ну То есть Получали Белье Для солдата А там Уж Какие Там Кольцо Дадут А не Вдвое Больше В общем До Следующей В общем Как Вот Особенно Вот Летом Попроще Чего-то Трусы До Майка Все Так что Меняли Меняли Портянки Там Все Это Меняли Там В бане Вот И все Это Тоже Там Еще Дежурные Дневальные Вот А баня Сама Пипец Там Конечно Потом Вроде Наладилось Как-то Они Там Какой-то Ремонт Сделали А поначалу Котел Стоял Это Солярки Так Это Мы Как раз На Марше Вот Весенники Это Уже Сколько Мы Уже На Дембель Собирались То Это 83 Лето Вот Это Где-то Граница Монголии Где-то Там Вот А Выезжали Само Собой С оружием Без Патронов Так Это Бронька И Чернок Я его Застал Он Еще Был Солдатом Вот Про Него Я Говорил Вот Который Подавал На Тверсрочку Так Вот Тоже На Марше Ну Вот Они Трое По Сути Альбом Кончается Я Уже Дальше Не Успел Оставались Фотки Куда Они Потом Подевались Тоже Где-то В Четинской Области Где-то То ли На стрельбы Тогда Выезжали Вот Граница Монголии Это Агинский Бурятский Автономный Округ Вот Тоже Пиздец А мы Когда Уезжали С этого Капитан Макаров Хорош Мужик Он Мне Помог С Дембелем Я Не Договорил Вот Его Давным Давно Наверное В живых Нет Царта Небесная Да Вот С машины Я тогда Фотал Вот Обратно За рулем Шел Вот Это Бурятский Это Круча Место Называется Круча То ли Это Уже Читинская Область Вот Все Там Уже Больше Еще Нет Дальше Все Вот Трафаретки Вот Такие Делали Там Лезвица Всякое Детский Сад Всякий Был У нас Один Специалист Вот Так Кликухой Была Худа То есть Художник Вот А в чем Не помог И буду Заканчивать Уже Наверное Пора Вроде Все Что Хотел И Рассказал Я Когда На Дембель Уехал То есть Быстро Прискакал Переоделся В штаб Там Уже Машины Стоят На Плацу Уже Заканчивается Блин Это Все Уже То есть Все Там Давайте Вы достойно Послужили Ведите Себя Нормально Все Такое Вот Я А я Вообще Один Был Вот Роты Вот От наших Один Просто Так Вышел Хрен Знает Вот Приехали Кто Куда Короче Можно Было Конечно Поездом Вот У меня Деньги Были Мне Тогда То ли Выслали В общем Деньги У меня Были На Самолет Вот Я По Требованию По Моему По Требованию Брал А Нет Не Помню Честно Говоря Или Так Или Просто Напрямую Брал В общем Приехал Долго Ехал Помню В аэропорт Вот Приехал Купил Билет А Раньше Что Никак Было Причем Вот На Одиннадцатое На Двенадцатое Число А Жить То Где Вот Там Сколько Получается Читаем Ближ Шесть Дней Даже Больше В общем Я Куда Деться Я Обратно В части Вот В родной Дом Вернулся В родную Гавань А Блядь Меня Не пускает Ни хрена Я На КПП Блядь Как Уйди Нахер Отсюда Все Уже Это Гражданский Вот Я С КПП Звоню Капитану Макарову Вот А был У нас Еще Там Два Старлея Вот Старший Лейтенант Довгань Был И Еще Один Сейчас Не помню А Прапорщик Горчаков В общем Я Капитану Макарова Звоню Вот Говорит Так Товарищ Капитан Говорит Блин Вот Не знаю Как Были Может Там Пристроите Вот И он Позвонил В часть Вот Позвонил На КПП В общем Дали Добро Я Прихожу Такой Там Все Вахери А Че Здесь Гражданские Делают Ну Кунахер Отсюда Вот Говорит Там Место Есть Говорит Че Там Тебе Не Видно Все Нормально Чтобы Было Че По Тихому И я Пару Дней В части Торчал Вот Такая Свиня Говорит Только Не показывайся Там Никому Вот И так Прикольно Главное У них Там Какие-то Разводы Че Там Не Похер Холит Все Разводы У меня Уже Штампулька Стоит Все Уволен Запас Вот И Потом Значит Ну Где-то Ну Пару Ночей Я Там Был В Своей Роте А Вот Что Где Я Потом Болтался Хрен Узнает Где-то В Городе Что Ли Не Помню В общем Улетал Я Через Мы Шли Через Новосибирск Обычно Толмачево Он там Делает Остановочку Вот Садимся Опять Самолет Загрузились Прилетаем Летели Летели На херак Объявляет Вот Приземляемся На Запасной Аэродром В этом Самаре Что ли Где мы Где мы сели Не помню В общем Не долетели До Москвы Вот Москва Не принимает О погодным условиям А там Снегопад Был В общем Я Мы знать Не знали То есть У меня Чемодан Остался В самолете Вот У меня Чисто Документы Пачка Курева И все Вот Все Больше Ничего Документы Все остальное Осталось Да и Собственно Ничего И не было Там Такого Вот Чего-то Мы там Больше Суток Блин Там Сперва Вначале Там Аэропорт Маленький Вот Сперва Можно было Где Присесть Потом Стоять Негде Уже Было Рейсы Прилетают И не Отправляются В общем Забито Народу Пало на улице Холодно В общем Я там Вокруг Ходил Ходил Там Такие Тоже Начали Ганашиться Типа Давайте До Москвы Доедем А как Мне там Вещи Остались Все В самолете В общем Такая Хрень Пришлось Ждать В общем Объявили Я прям Самолет Сел Помню Не спал Ни сутки Вырубился Блин Просто Бам Блин И глаза Открываю Мы уже Народ Выходит Из самолета Прилетели В Москву Вон Домодедово Вот И вот Так вот Потихоньку Приехал Я еще Заехал Там К знакомым Во дворец Завилка Как раз В этот день Шел Вечер Задорного Я вот Там Послушал Смотрел В общем Задорного Он еще Тогда Зажигал Еще Молодой Был Да все Молодые Были Вот И уже Там Электричкой Домой Уехал Вот Приехал Вот Потом Позже Это Надо Ехать Ставиться Уже На Учет Военкомат Ну По форме Надо Ехать Все Поехал Позже Там Стал На Учет Паспорт Еще Не Получал Вот Предложили Сразу Блин В органы МВД Вот Потому что Служил Видели А где Вот Я Я Отказался Меня Уж там На заводе Ждут Давай Давай Блин Вот Вот И В общем То Потом Паспорт Получил Попозже Мне Что Давай На работу Устраивайся У меня Паспорта Нету Хотелось Просто После Всего Это А потом Столько Лет Представьте Разница Какая Там Сколько Часов Шесть Разница Вот Спище После Всего Вот Этого За Столько Времени Пока Я Ночами Не спал Днем Спишь Ну Понятно Днем Спать Охота Пока Организм Пристраивался Вот Ну Потом На работу Вышел Это Было Восемьдесят Три Какой Так Что Ноябрь Ну Да Восемьдесят Третьем Восемьдесят Третьем Мне Трудовая Семьдесят Девятого Года Вон Семьдесят Девятого Года И Все Вот Так Потом Пошло Потом Девяностые А дальше Уже Просто Обыденная Жизнь Все Что Там С Этим Связано Развал Союза И Много Много Другое Вот Ну А Так Я Искал Да Есть Группа Вконтакте Чита 27 Вч 28 685 Вот Одно Время Несколько Лет Назад Я Эту Группа Создал Кое-какие Фотографии Отсюда Там Есть Вот Ребят Из наших Вот С нашей Роты Никого Вот В основном Там Других Годов Там Рядом Потому Что Служили Много Потому Что Там Части Были Забор Другая Часть Забор У нас С забором Там Строй Бат Был Кран Стоял Там На Крановщиков Учили Вот Каменщики Крановщики Там Связисты Там Блин Водилы Там Рим Бат Блин Он Через Дорогу Был Напичканным Был Дальше Там Танкисты Много Говорит Собственно Всего Ты не Порасскажешь На тягачах Как гоняли Блин По сопкам Как Машброски Бегали Блядь А Первый раз Я с опуска Приезжаю Вот В парадке Такой Блин А Вру Вру Второй раз Мы же Улетали Троем Представляете Дали Троем Вот там Как раз По аккорду Дали Сделайте Поедете В отпуск Блядь Он сдержал свое слово Вот Мы тягачи сдавали Надо было там Работы много провести В общем Дал нам отпуск Погнали Ребята нам понадавали Такие списки К демельским альбомам Там Всю эту хрень Влетел Всю эту лбуду Вот Мы в ГУМ Договорились Ездили в Москве В детский мир В ГУМе были Там Купили Что надо Вот Да Что-то блядь Сам себя перебил Ну ладно Наверное Заканчивать надо Он слишком И так много уже Осталось 30 секунд А не буду Продолжать Так что Вот такое Сегодня видео Которое Еще там добавлю Служил Советскому Союзу Друзья Всех хочу Поздравить С наступающим Новым 2024 годом С Рождеством Христовым Пожелать вам Всяческий благ Всего самого Наилучшего До будущих Видео Всем пока Спасибо Спасибо